Баскетбольный клуб «Спартак Приморье» вслед за Приморочкой начинает формировать состав на предстоящий сезон. Руководству удалось продлить контракты с семью игроками. В стане красно-черных останутся Максим Кривошеев, Андрей Матеюнос, Иван Савельев, Василий Бабайлов, Максим Сахаров, Степан Етманов и Максим Броницкий. Однако покинуло команду большее количество баскетболистов – сразу 8 игроков. Это Федор Ключников, Джастин Мартин, Александр Гонькевич, Андрей Кирдячкин, Андрей Черныш, Владимир Белов, Александр Анисимов и Артемий Форналев. Наши игроки в прошлом сезоне помимо командного результата показали и хорошую личную статистику, став лидерами в Суперлиге по трём показателям. Поэтому появился интерес от других клубов. Конкурировать с клубом Единой Лиги ВТБ за Федора Ключникова мы не могли по понятным причинам. А у Александра Гонькевича действовало арендное соглашение с ЦСКА. Пришли в команду и новички – воспитанник «Спартака» Роман Бричалов, латышский форвард Артёмс Бутянковс, а также двукратный чемпион Суперлиги Игорь Смыгин. Напомню, что «Спартак Приморья» начнёт новый сезон только в октябре этого года. Хоккеисты «Адмирала» почтили память Сергея Гимаева. Около фетисов арены спортсмены заложили аллею памяти заслуженного тренера России. Команда самостоятельно высадила 12 елей в районе домашней площадки приморцев. Как отметили сами хоккеисты, эти саженцы будут напоминать всем спортсменам и болельщикам о специалисте, который проделал большую работу по развитию хоккея в Приморье. Напомню, что Сергей Наильевич Гимаев помимо тренерской работы запомнился как спортивный эксперт и комментатор. В 2016 году Гимаев стал президентом спортклуба «Адмирал». Однако уже в марте 2017-го на матче ветеранов специалист почувствовал себя плохо и скончался. Ему было 63 года. За последние пару лет Сергей Наильевич посетил множество городов Приморья с семинарами и мастер-классами, на которых передавал свой опыт молодому поколению. Соревнования по триатлону пройдут во Владивостоке. 29 июля в районе поселка Канал на Русском острове все желающие посоревнуются в плавании, езде на велосипеде и беге. Помериться с силами в трех видах спорта смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. Задача будет непростая. Участников сначала ждут 750 метров воды, затем 20 километров в велосипедной трассе и в заключении экстремалы пробегут 5-километровую дистанцию. Также соревнования будут предусматривать и более легкий формат, а именно две категории для детей и для девушек, в которых нужно будет преодолеть только беговое испытание. Как отмечают организаторы, спринт-триатлон – это полноценное состязание с профессиональным судейством. Все зарегистрировавшиеся спортсмены по итогу получат фирменные призы и подарки. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова